Сегодня первая годовщина одной из самых крупных авиакатастроф за все время. Ровно год назад террористы в небе над Донбассом сбили лайнер малазийских авиалиний. В рездате атаки из комплекса БУК погибли 298 человек. Сейчас группа стран добивается создания международного трибунала для расследования и привлечения к ответственности виновных в этой трагедии. Но Россия традиционно выступает против. По мнению высшего руководства этой страны, создание трибунала нецелесообразно. Между тем, один из главных союзников Украины, США, уверены, катастрофа должна быть тщательно расследована. Мы стоим с Украиной и всеми гражданами света, которые желают справедливого расследования этого злочину. Международная спільнота поддерживает Украину для мира, защищенности и целостности территории государства. Буквально через несколько дней после появления Boeing, мой boss, секретар Керри, публично заявил, что мы уверены в том, что малазийский авиалайнер Boeing 777 был сбитой ракетой из-за схода Украины. Сейчас я не могу сообщить вам дополнительных свидетельств, но хочу сказать, что сейчас мы полностью с Нидерландами с Нидерландом и у расследованницей есть права. Банки Греции останутся закрытыми до 20 июля. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны. Напомним, решение о закрытии финансовых учреждений было принято 28 июня, после того, как переговоры Греции с кредиторами не дали никакого результата, а Европейский Центробанк принял решение не увеличивать объем финансовой помощи греческому Центробанку. При этом в банкоматах ввели лимит на снятие наличных средств – 60 евро в сутки на человека. В Германии набирают популярность высокотехнологичные дверные замки. Для них не нужны привычные ключи. Двери открываются и закрываются при помощи специальных передатчиков. Один такой находится у хозяина и представляет собой маленький пластиковый брелок. Он связывается с устройством, установленным в замке с помощью радиоволн. «Киви» работает при помощи этого небольшого передатчика, который вы носите с собой. Доставать его нет необходимости. Когда вы отходите на 3-4 метра от двери, он автоматически запирает дверь на замок. Технология бесключевого доступа давно используется в автомобильной промышленности, на автоматизированных пунктах платных дорог, а также в системах безопасности, устанавливаемых в зданиях различных учреждений. Идея бесконтактных ключей возникла, когда соучредительница компании «Киви Ки» поняла – высокие технологии должны служить всему обществу. «Идея создать «Киви» у меня появилась в ноябре 2007 года. Я только родила первого сына. Я стояла у двери квартиры с сыном на одной руке и с пакетами в другой. Шел дождь, было холодно, и я не могла найти свой ключ. Вот тогда я и подумала, что должен быть более легкий способ открыть дверь». Сейчас бесключевым доступом «Киви» пользуются 15 тысяч семей в Берлине и 4 тысячи в Гамбурге. На установку системы требуется примерно 20 минут. Модернизация дверного замка обойдется в 400 евро. Жильцы платят за аренду «умного ключа» по 5 евро ежемесячно. В случае потери передатчика его можно деактивировать и заменить на новый. В будущем компания планирует создать систему, которая позволит жильцам, войдя в подъезд, без ключа попадать в свою квартиру. Сотрудники «Киви Ки» надеются – технология без ключевого доступа будет востребована во всех жилых зданиях Германии и в других европейских странах. Самолет Solar Impulse 2, работающий на энергии Солнца, сделал паузу в кругосветном путешествии. Во время пятидневного перелета из японского города Ногоя до Гавайев у него перегрелись батареи. Аккумуляторы работали в условиях повышенной нагрузки из-за тропического климата. «На батареях было слишком много изоляции. Мы боялись, что они будут подмерзать, но мы ошиблись». Команда Solar Impulse останется на Гавайях и будет ждать окончания ремонта. «Поскольку произошел перегрев, мы не хотим рисковать и решили их полностью заменить. На это понадобится время». Швейцарские пилоты рассчитывают продолжить кругосветное путешествие на солнцелёте не раньше будущей весны. «Уйдёт несколько месяцев на ремонт, замену и проверку батарей. Когда это будет сделано, то уже завершится подходящий сезон для того, чтобы пересечь вторую часть Тихого океана и достичь западного побережья. Это означает, что мы продолжим путешествие в апреле 2016 года». Солнечный самолёт во время перелёта через Тихий океан преодолел 8 тысяч километров за 118 часов. Тем самым он установил рекорд по самому длительному беспосадочному пребыванию в воздухе. Своё кругосветное путешествие Solar Impulse 2 начало из Абудаби 9 марта. Маршрут разбит на 12 этапов. Два самых длинных – Китай, Гавайи и Нью-Йорк и Европа, либо Северная Африка. Швейцарские специалисты запустили проект Solar Impulse в 2003 году. Они надеются внедрить экологичные технологии в авиацию. Своим кругосветным путешествием без топлива энтузиасты хотят привлечь внимание мировых авиаперевозчиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok